Приветствую вас! Я думаю, что не столько важны действия людей, сколько важен контекст этих действий. То есть тот контекст, в котором это действие совершается, грубо говоря. Понимаете, с коллегами по работе анонимно дружить в принципе нельзя, потому что это коллеги. Коллеги – это люди, которые в той или иной степени зависят от вашего материала, денег. Они работают, они получают деньги. Поэтому дружбы с коллегами быть не может. Любовные отношения – да, могут. Часто ли любовные отношения с коллегами приводят к чему-то позитивному? Нет, не часто. И советский фильм «Случебный роман» тому является подтверждением. Это первое. Второе. То, что вы держите за руки, это уже давно. Простите, это не дружба. То есть, ну, между женщинами, в силу их специфики, может быть такая история, что женщины под подручки идут, держатся за руки. Мужчины – друзья, по крайней мере, в российских реалиях этого не делают. Мужчины и женщины – друзья, все зависит от контекста. То есть, если изначально ваши отношения развивались вот так, что вы держались за руки, ну, держите за руки. Вот, если ваши отношения изначально развивались вот так, то я думаю, что это нормально. Если мужчина, так как вы говорите слова-звел с губы, но съемнутыми губами чмокнут, это тоже можно интрибутировать как дружба. А может и нет, в зависимости от контекста. То есть, очень важно понять контекст. Что такое контекст? Это эмоциональное наполнение. То есть, какое-то действие имеет эмоциональный окрас. И в данном случае, в данном случае, речь идет о том, какой эмоциональный окрас придает мужчина этому жертву. Ну, ведь вы, вы сами позволили человеку это делать. Позволили? Позволили. Позволили. Так почему вы ему это позволили делать? Вот, в всем, в всем, в всем вопрос. Вопрос. А для вас это проявление чего? Дружбы? Или нет? Понимаете? Какая штука? На мой взгляд, это важный момент. И не важно, что здесь скажет, собственно говоря, психолог. Абсолютно не важно. Важно то, что вы сами вкладываете. Ну, в понятие, в это. В понятие дружбы и так далее. Вот. Эм. Такая вот история. Значит, нет единых скандартов. Психология все индивидуально. Понимаете? Какая штука? Психология все индивидуально. Так что, нужен более детальный анализ вашего взаимодействия. Нужен психологический портрет ваш и вашего коллеги, с которым вы дружите. Вот. И тогда уже можно будет о чем-то говорить. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Представьте себе. Therefore�ка! Вам Nathan. Anthony. Продолжение следует... ... ... ... Продолжение следует...